Ну, Артем, поздравлять-то особо-то и не с чем, хотя Евгений сказал поздравляю с попаданием в 3-й дивизион, да, как будто был вариант еще, как бы, да? Ну, был вариант вообще не играть. Да, а вот настолько вот вы были близки к этому, да? Ну, да, скажем так, из-за карантина мало кто ходит на тренировки и, в принципе, команда тяжело на игры собирается. Наверное, первый раз, когда мы собрались человек 9, вот, обычно нас там 6-7, не больше. Ну, и плюс мы же пропустили первые полгода, просили игры сдвинуть из-за карантина. Никто не тренировался, поэтому сейчас для нас все это очень тяжело. А что стало ключевым фактором, что вы все-таки решили, что нет, будем играть все-таки, а не пропускать? Не знаю, наверное, больше желания собраться вместе, вот, так как уже давно все вместе играем, поэтому решили все-таки попробовать. Ну, и должно же быть что-то в жизни, доставляющее удовольствие, да? Да, да, потому что сидеть дома целый день очень сложно. Да, ну, а тогда получается у вас, наверное, цель, так сказать, такая, просто играть, просто собираться, то есть вы уже не ставите какие-то, немножко не тот фаворит, да? Ну, да, по сравнению с прошлым сезоном, конечно, разница кардинальная у нас, совершенно другая команда. Можно такой провокационный вопрос? Почему Андрей ушел, Тарасов? Из-за того, что не тренируемся, то есть там не было никаких там разногласий или что-то в этом роде. Мы просто не тренируемся, Андрей очень хотел стабильные тренировки, к сожалению, сейчас мы не можем. Ну, и в итоге еще Андрей, по идее, пойдет теперь во второй дивизион играть? Ну, наверное, да, скорее всего. Я поняла. Есть такой, блин, вопрос у меня. Понял. А как вообще, хотя, конечно, уже вроде как это, как готовитесь к играм? Как готовимся? Какие бы есть нестандартные методы, помимо там набора веса или там? Ну, узнать, кто будет на игре, и обычно этим все заканчивается. Ну, мы себе, мы стараемся, там несколько человек ходят раз в неделю, но это, наверное, максимум. Там, может, человека 4 собираются пока что. То есть у вас подготовка к игре, это вот выяснить, сколько человек придет на нее? Да, да. Это красивый фанер, я поняла. А сколько часов в неделю занимает баскетбол в принципе? Ну, сейчас, наверное, в неделю, да. Ну, если учитывать, что одна игра в неделю и одна тренировка, ну, наверное, уходит на это часа 4. Часа 4 в неделю? А если нет игры? Ну, все, 2 часа, там, в неделю, вот, один раз собрались. Я поняла. Ну, может, два раза можем. Кто-то ходит два раза в неделю, но если говорить про команду, то это будет один раз в неделю. А какие основные минусы вашей команды? Ну, у нас нет минусов, мы очень хороши, если бы тренировались. Минус, что не тренируемся. Понятно. А кого считаете лучшим игроком лиги, исключая вашу команду? А я так не могу. Я не могу ее исключить. Ну, ладно, хорошо. Саша Тупицын. Саша Тупицын? Да. Самый лучший игрок лиги? Да, лучший игрок лиги. Хорошо. Ну, а лучший клуб лиги? Фаворит, конечно. Понятно. Какая интрига, да? Да. А если бы это, допустим, не фаворит, кого-то вы еще выбрали? Хом релакс. Почему? Ну, я хорошо знаю ребят, знаю, на что они способны. И, в принципе, они сейчас показывают хороший баскетбол. Поэтому я бы выбрал хом релакс сейчас. Я считаю большой потенциал. А не было желания перейти в какую-то другую команду? Просто Женя был как раз инициатором продления дедлайна по переходу игроков, которые уже были заиграны в сезоне. Не было? Не, ну, я не вижу смысла для себя, потому что больше чем раз в неделю я не могу себе сейчас позволить пока тренироваться. Не думаю, что это вообще имеет смысл. Да и мне очень нравятся фаворити в любом случае. Потому что я, в принципе, не хочу менять команду. Хорошо, спасибо большое за интервью. Я желаю вашей команде все-таки собираться вот как сегодня хотя бы. Спасибо. Там больше тратить на баскетбол больше, чем два часа в неделю. И раз уже это третий дивизион, то давайте уже красиво тогда, чтобы это было. Спасибо, будем стараться. Все-все.